Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем с вами рассмотрение послания Гладенства апостола Павла, третья глава. Мы с вами говорили, апостол Павел после того, как приводит некоторые факты своей биографии, которые должны представить его галатам, которые подверглись натиску оппозиции по отношению к апостолу Павлу, который под сомнением был поставлен в его авторитет, он говорит как раз о том, что для него никаких авторитетов не существует. И, собственно говоря, он как раз и видит свою цель в том, чтобы защитить христиан от нападок его действующих, которые склоняют новообращенных христиан к соблюдению закона. И здесь он начинает вот эту свою богословскую аргументацию следующим образом. Он говорит, о несмысленные галаты, кто прельстил вас, не покорятся истины вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. О чем может идти речь? Как-то Христос был распят непосредственно на глазах галатийской церкви. Здесь, как может быть не странно это звучит, апостол Павел говорит сам о себе. Я напомню вам, что в первой главе он говорит о том, что Бог, 15 стих, избрал меня от отробы матери своей и, 16, открыл во мне сына своего, чтобы я благоествовал его язычникам. В заключение второй главе мы с вами встречаем следующее утверждение. «Я сораспялся Христу, уже не я живу, но живет во мне Христос». А в конце послания мы с вами встретим следующее утверждение. «Крестом Господа нашего Иисуса Христа для меня мир распят». И дальше он говорит, «Впрочем, не отягощай меня, ибо я, никто, ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». То есть, другими словами, сам апостол Павел говорит об этих язвах, стигматах, но значение этого утверждения мы рассмотрим уже в последствии. А сейчас мы видим, что на самом-то деле апостол говорит, «Я сораспялся Христу, во мне живет Христос, я раны Христовы ношу на теле моем». Тем самым он указывает на себя. И в четвертой главе мы с вами тоже встретим такое вот парадоксальное утверждение, когда апостол вспоминает о том, как он пришел в Галатийскую церковь. Он говорит, «Вы не возгнушались мной и не презрели искушение моего во плоти». 14 стих, «Но придели меня как ангела Божия». То есть, действительно, может быть, в тот момент внешний облик Павла был совсем не притягателен и даже мог оттолкнуть людей от него. И, тем не менее, действительно, он говорит о том, что эти какие-то, может быть, раны или что-то еще, они были восприняты, или, по крайней мере, в них апостол Павел видит раны самого Христа. Он как бы был распят среди галатов. И дальше говорит, «Се только хочу знать от вас, через Даля Закона вы получили Духа или через наставление вере». Вот это один из главных основополагающих аргументов апостола Павла, который можно встретить в других его посланиях. Он говорит о том, откуда Галатийская Церковь получила Святого Духа, делали закона, привели их к этому, или же наставление вере. А Дух Святой, он присутствует в Галатийской Церкви очевидным образом. Пятый стих, «Подающий вам дух и совершающий между вами и чудеса через дела ли законы себя производят, или через наставление вере». То есть, другими словами, это явственное, очевидное присутствие Духу Божия среди галатийской общины, оно показывает, что, конечно, путь к этим дарам, к этим чудесам Божьим, это путь лежит через веру, а не через закон. Потому что, конечно, эти чудеса, они показывают, что Бог с ними, что Бог обнаруживает себя через свои дары. А если эти дары были получены не путем закона, значит, закон уже отжил. Значит, для того, чтобы получить благоволение, благодать Божию, его дары, закон просто-напросто уже не нужен. Апостол говорит, что вы несмысленны, начав духом, теперь оканчивается плотью. Столь многое вы претерпели, неужели без пользы? То есть, им пришлось уже потерпеть, но оказывается, что то, что они выстрелили, не имеет смысла. Почему мы к этому еще вернемся? Но потому что апостол Павел говорит, что если человек принимает обрезание, значит, он отказывается от креста, потому что ему не что страдать. Обрезание, то есть, иудаизм – это религия, которая была принята в римском обществе, в римском мире, как бы к ней не относились другие люди. По крайней мере, она не была преследуемая, и ее проповедь она не предполагала каких-то гонений или преследовали со стороны власти. Итак, кто же является как бы истинными иудеями? То есть, кто является наследниками обетования Божьих? С кем именно Бог связал свой промысел, свой замысел? Евреи были потомками Авраама. Они происходили от праца. И вот здесь именно Авраам для апостола Павла является такой ключевой фигурой. Он является как бы начальным пунктом его последующих размышлений. Шестой стих. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. «Познайте, что верующий – суть сыны Авраама». Итак, Бог провозгласил Авраама праведным не за какие-то его заслуги, не за его достоинства и дела, которые тоже, несомненно, были, а за его веру, то есть за его верность, за его доверие Богу. И те, кто верит, они являются подлыми духовными наследниками Авраама. И Писание, проведя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму в тебе благословятся все народы. Итак, действительно, избрание Авраама было связано не только лишь с тем, что от него должен произойти впоследствии еврейский народ. Бог пообещал Аврааму, что с этим избранием будет связано благословение всех народов вообще. Но каким образом это произойдет, когда и как, очевидно, здесь ясности не было, потому что, собственно говоря, впоследствии, особенно после Синайского заказательства, только один народ пользовался благоволением Божиим. Бог сам себя связал с заветом только с ним одним. Апостол Павел раскрывает этот изначальный замысел Божий. Он говорит именно о том и настаивает на этом, что избрание Авраама не узаконено лишь исключительно с еврейского народа. Он говорит о том, что избрание Авраама открывает спасение для всех людей. Итак, продолжает он, «Верующие благословляются с верным Авраамом, а все утверждающие на делах закона находятся под клятву, ибо написано «проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Другими словами, почему именно и каким образом верующие благословляются с Авраамом, мы с вами спустя несколько стихов узнаем, а пока отметим, что этому благословению, которое получают все верующие, противопоставляется проклятие, проклятие за неисполнение закона. Потому что в законе Моисея говорил, что если люди не будут соблюдать этих правил и предписаний, они будут прокляты Богом. И тем самым язычники, которые закона не знали, его, как следствие, не соблюдали, неизбежно подпадали под это проклятие. «Но Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшей за нас проклятием, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраама через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа веры». Ну, подробно сейчас остановимся на этих стихах, пока отметим их главный посыл. Проклятие, которое лежало на язычников, оно снимается, оно аннулируется на кресте. Как бы вот тупик. Почему? Да потому что Христос, когда он был повешен на древе, он подпадал под одну из формулировок закона, под одно из его проклятий, «проклят всяк, висящий на древе». Но мог ли Бог проклясть своего сына? Разумеется, нет. Поэтому апостол говорит, что тем самым проклятие закона, оно становится бездейственным. Это как бы когда есть некое правило, вдруг появляется исключение, которое это правило, по сути, аннулирует, делает его уже ненужным, недееспособным. И вот так же происходит и здесь. Заместительная смерть Христа состоит в том, что он на себя принимает это проклятие за неисполнение закона, и тем самым его аннулирует и упраздняет. И сделано это было потому, что закон не имел никакой перспективы на спасение. Апостол Павел до этого писал об этом следующее, специально апостол, чтобы мы вернулись дальше к этим стихам. Одиннадцатый стих. «Законным никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет». Почему ясно? Потому что раз Бог сказал Аврааму, что он становится праведным за веру, есть слова, которые были сказаны тоже за много столетий до этого, пророка Аввакуму. Аввакум перед опасностью вавилонского пленения спрашивает Бога, как же так, почему Бог наказывает свой народ. Ведь да, конечно, он грешен, он впал в многие преступления, но, конечно, грешность этого народа, избранного Богом, она ни в какое не идет в сравнении с грешностью вавилонян. Допустимо ли это, что Бог наказывал менее грешных с помощью более грешных? И вот на этот вопрос, который волнует Аввакума, который не дает ему покоя, Бог ему дает такой таинственный ответ. «Праведный мой верою жив будет». То есть те, кто сохранят верность Богу, они все равно сохранят эту праведность. перед Богом, им обеспечено спасение тем самым. И вот если Бог провозглашает человека праведным за его веру, согласно этому тексту 4 главы пророка Аввакума, то значит уже закон этой привилегии не обладает. «Закон не по вере», говорит апостол Павел, «Кто его исполнит, жив будет им». Это противопоставление, это противостояние закона и веры нам может показаться несколько неестественным, даже непонятным. Зачем их противопоставляют друг друга? Разве те, кто соблюдали закон, они были неверующими людьми? Кажется, что единственным ответом может слово быть только «да». Но на самом деле это не так, потому что мы должны здесь вернуться к обстоятельствам получения закона на Синае. Ведь закон дается в ситуации, когда народ, которого Бог вывел из Египта, постоянно ропщит, он недоволен, ему все время что-то не хватает. И, по сути, вот этот закон, он возникает в состоянии вот этого противостояния, когда народ, он недоволен своим Богом и склоняется к непослушанию. Собственно говоря, что и происходит, когда Моисей уходит на гору, люди создают себе золотого тельца. И тем самым закон, он берет на себя, с которым Моисей спускается с горы, функцию такого наблюдения, функцию ограничения для людей, которых уже ничто не сдерживает и ничто не может ограничить. И поэтому вера и закон, они для апостола Павла противоположны друг другу, они противостоят. Либо закон, либо вера. Третьего не дано. Братья, продолжает апостол Павел, 15 стих, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком, утвержденному завещанию, никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семьи его, не сказаны и потомкам, как бы о многих, но как бы об одном и семье твоему, которая есть Христос. Я говорю, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал он и по обетованию. Немножко коряво звучат здесь слова апостола Павла в нашем с вами синодальном переводе. О чем речь? Апостол Павел обращается к теперь очень важной теме. Он отвечает на вопрос, для чего же, собственно, был закон. Что он имеет в виду? Вот было дано обетование Аврааму, всеми твоим благословлятся все племена земли. То есть, другими словами, с Авраамом Бог связывал всеобщность, универсализм, спасение. Спасение должно распространиться на все народы. Но потом, спустя 400 лет, Бог на Синае связал себя только с одним народом. И так получается, что синайское законодательство, закон, он упраздняет то обетование, которое было давно надо этого. Бог отказался тем самым от своих планов на всеобщее спасение. И вот апостол Павел говорит о том, что на самом-то деле, он напоминает, что завещание правил составленного никто не отменяет. То есть, другими словами, если у нас как устроено, вот есть какие-то законы, потом принимаются новые законы, тем самым старые тут же аннулируются, они уже перестают быть действенными. То в замысле Божьем все по-другому. А апостол говорит о том, что то, что было ранее Богом сформулировано, после бывшее не аннулирует, не отменяет. И на самом-то деле, эта мысль, она, в общем-то, для нас не является новой, как бы странно ни звучало. Вспомним с вами несколько евангельских отрывков. Вот 15 глава Евангелия от Матфея, там Иисуса Христа спрашивают о расторожении брака, и Христос настаивает, говорят о том, что брак нерасторожим, и что Моисей по жестокосердию вашему он дал возможность расторгать брак, но изначально, говорит Спаситель, не было так. То есть, когда Бог создавал мужчину и женщину, он не создавал их для того, чтобы они разводились. В раю развода быть просто-напросто не могло. Развод возник впоследствии, впоследствии какой-то дебилости, впоследствии уступки, падшей в правиле человека. Но изначальный замысел Божий развода не допускал. То есть, опять пример, что те установления, которые даны Богом сначала, они не аннулируют, не устраняют последствия еще. Еще один пример можно встретить в 7 главе Евангелия от Иоанна. Там Спаситель говорит, 24 стих, о том, чтобы закон, который возник после того, как было дано обрезание Аврааму, даже если восьмой день проходился на субботу, все равно обрезание должно было бы совершаться. Если бы в субботний покой вдруг каким-то образом превалировал над обрезанием, тогда, наоборот, это даже стало бы нарушением закона. То есть, опять же, обрезание, данное патриархом, оно опережает назначение субботнего дня. То есть, вот эта логика, она была вполне понятна любому иудею, что прежде данные Богом обетования или какие-то правила или решения, они не устраняются, они упроизняются, даже если впоследствии дается то, что на первый взгляд этому каким-то образом противоречит. И вот здесь апостол Павел говорит о том же. Обетование, данное Аврааму о всеобщем спасении, не устраняется, не исчезает, благодаря возникновению закона. Для чего же закон? Задает он вопрос. Дальше, 19 стих. Он дан по причине преступления до времени пришествия семени, к которому относятся обетования и преподан через ангелов, рукою посредника. Надо сказать, что это 19 стих. Он вызвал сотни различных толкований. И даже во время Феофея затворец, он говорил, по-моему, 200 с чем-то. Но, конечно, нет возможности через все это продираться. Мы с вами только схему воспроизведем мысли апостола Павла. Он говорит, но посредник при одном не бывает, а Бог один. И так закон противен обетованию Божьим никак. Дело в том, что здесь есть такая, может быть, необычная мысль, но она на самом-то деле встречается неоднократно в различных текстах Нового Завета, в Деяниях, можно найти, в 7 главе речи 1-го лучика стиха Павла на конце, там можно найти 2 глава 4 стиха послания к евреям. Закон дается через ангелов, а не посредственно Богом. Почему такое утверждение возникло? Дело в том, что современники Христа, они считали, что Бог, он трансцендентен, он как бы недоступен для человека. И поэтому не Бог сам давал закон, а это были посредники, это были ангелы, с которыми общался Моисей. Он говорит о том, что раз, если такое очень интересное, посредник при одном не бывает, Бог один. Если, например, два человека общаются, то им не нужен посредник. Когда возникает необходимость посредники, когда общение происходит не между один-один, а между двумя множествами, то есть, другими словами, есть израильский народ, который был выведен из Египта и дошел до Синая. И вот для того, чтобы ему общаться с Богом, необходим был посредник. Но этот посредник, он устанавливает связь между этими двумя множествами, то есть, между ангелами, с которыми общался Моисей, и между израильским народом. То есть, вот такая у него роль, которая нам, может быть, понятна в современности, как у ведущего ток-шоу, который должен варьировать между двумя противоположными группами людей, обладающими разной точкой зрения. Ну, как бы, это не наша ситуация, но, как бы, я говорю для иллюстрации этой мысли, которая, еще раз скажу, конечно, требует такого расширенного и подробного обсуждения, что мы с вами сейчас не можем сделать. Итак, закон был дан по причине преступления. Мы говорили об том, что происходит в пустыне во время исхода, и он носил временный характер. Об этом апостол Павел скажет еще дальше. И закон, он не мог человеку дать, как бы, жизненное начало, он не мог сделать его праведным. Он говорит о том, что Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было поверива Иисуса Христа. А до пришествия веры мы были заключены под стражую закона до того времени, как належало открыться вере. Другими словами, закон – это, своего рода, тюремный надсмотрщик. Мы были под стражуюю закона, мы были в этой, как бы, такой темнице, как человека, который не контролирует себя, преступника, его на какое-то время исключают из общества для того, чтобы своей деятельностью он не нанес этому обществу какой бы то ни был вред. Вот так же и закон, он столкнулся с этой неконтролируемой массой людей, и, по сути, рамки, границы закона, они ограничивались проявления греховной человеческой природы. Но это время миновало. И Капостол говорит, мы были заключены под стражуюю закона до того времени, как належало открыться веры. И так закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться веру. Слово детоводитель, педагог у нас сейчас вызывает какие-то положительные ассоциации, есть педагогические факультеты, есть люди, которые мы называем педагогами, но на самом-то деле в древности это слово имело такое почти пугающее значение. Только были педагоги, это были не учителя, это были люди, которые контролировали обучение. Обычно это были рабы, которые отводили в школу в какие-то учебные заведения детей, смотрели, как они выполняют уроки, смотрели за их прилежанием, за их поведением, и очень часто все это контролировалось таким силовым способом, поэтому в древности очень часто этих педагогов изображаются розгами в руках. Это была довольно традиция, и даже Иоанн Златоуст в воспоминаниях своего детства писал о слезами, со слезами, как ему доставалось в детстве от такого рода педагогов. Поэтому педагог это отрицательная характеристика, когда говорит, что закон дедоводит ко Христу, то на самом-то деле смысл прям противоположный, не тот, который мы с вами в эти слова вкладываем. Он вызывал тогда совершенно другие ассоциации. Итак, до какого времени человеку нужен этот педагог? До какого времени за ним нужно присматривать с помощью розг? Понятно, до его совершеннолетия, до того, как он вырастет и может самостоятельно уже руководить своей жизнью. И вот апостол Павел говорит, что с предшествиями веры произошло наше взросление. Уже закон не нужен. Мы уже не под руководительством детоводителя, ибо все вы сыны Божьи, во Христе Иисусе, все вы во Христе крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского, полу, ни женского, и все вы в одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраама и по обетованию наследники. То есть здесь апостол Павел применяет такое очень интересное толкование. Он об этом раньше говорил. Дело в том, что слово семя в еврейском языке всегда стоит в единственном число. И он говорит о том, что когда Бог обещал Аврааму в семени благословятся все племена земные, то речь могла быть только об каком-то одном конкретном человеке. И действительно понятно, что по историческому контексту речь шла об Исааке. Но апостол Павел предлагает действительно такое интересное толкование. Он говорит, что семя это Христос. То есть мы в крещении облекаемся во Христа, буквально становимся с ним одним человеком. И в этом человеке во Христе, которого мы все образуем, в котором мы все соедены, уже нет тех разделений, которые существуют в обычном обществе. Нет деления на полы мужские, женские, нет никаких национальных разделений, нет иудеи, иязычников, нет социального деления, нет раба, несвободного, потому что никакие противопоставления во Христе невозможны, ничто не может как бы в едином теле Христа людей разделять. Они все перед Богом равны. То есть если раньше принадлежность к определенному народу давала несомненные привилегии, это большая разница иудеи или эллин, если например в Иерусалимском храме был двор женщин и двор израильтян, то есть женщины не могли идти в ту часть храма, где совершалось жертвоприношение и так далее. То есть имущественные положения тоже конечно играли несомненную роль, были важны, то сейчас все это оно утратило свое значение и свой смысл. Для Бога неважно где-то родился мужчина или женщина, раб или свободный. Эти привилегии, эти разделения, они имеют свое значение и роль и сохраняются по сей день в обычном обществе, но в церкви все это становится уже неважным и незначимым. И поскольку верующие образуют это Христа, то есть Христос является семьем Авраама, то есть мы являемся семьем Авраамом, а не те, кто связаны с законом, то и являемся наследниками этого обетования о всеобщем спасении и наследниками благословения Авраама 14 стих, этим благословением является Святой Дух, то есть апостол говорит о том, что то, что верующие получили Святого Духа, сели именно того, что они благословлены, как некогда был благословлен Авраам, и они действительно являются получателями того спасения, тех обетований, которые были провозглашены еще Аврааму, а не современные апостолы Павла иудеи, не те, кто обрезаются, не те, кто соблюдают закон. Они как бы исключены из этой перспективы спасения, она тем самым ими отвергнута и утрачена. Вот такая богословская конструкция, она предстает перед нами в этой третьей главе, наверное, самой главной, центральной главе послания апостола Павла, и потом те идеи, которые в этой главе заложены, то, что здесь апостол Павел излагает, оно дальше уже раскрывается, расширяется им в последующих главах.